Итак, наша третья беседа. В конце второй я упомянул о том, что непосредственной реакцией на декларацию Бальфора стала очень быстрая самоорганизация местного арабского национального движения, или, скажем так, охваченной национальным духом элиты. Под ее влиянием и по ее указаниям, можно сказать, начинаются протестные кампании в прессе, идут демонстрации. На первом этапе это еще пока только демонстрации без погромных нападений. Однако лозунги этих демонстраций были такими. Самым невинным из них был одолой сионизм. «Евреи убирайтесь отсюда» – это тоже был из невинных лозунгов. Также звучат «Палестина – наша земля», «Евреи – наши псы», что-то по поводу «Утолим жажду еврейской кровью» и так далее. Это становится тон арабского дискурса, арабской пропаганды. И в 2020-2021 году результатом этого становится вспышка насилия. Я тогда неверно указал. Действительно, было несколько десятков убитых евреев, однако число раненых составило около 300, а не 130 примерно, как я сказал. С арабской стороны было четверо убитых, 23 раненых. Еврейской самообороны практически еще не было. В тот момент, по крайней мере, она не была настолько эффективной, чтобы как-то противостоять сразу во многих местах этим нападениям. И затем на какое-то время, как я уже отметил, на несколько лет эти протесты затихли. Впоследствии они будут очень внятно коррелировать с некоторыми очевидными для арабов демографическими и хозяйственными изменениями в Исраиль. Мы упоминали мельком первую и вторую Алью. Первая Алья – это с 1882 года примерно до 1903. То есть она так или иначе является откликом на волну погромов, прокатившихся по южным и западным губерниям России после убийства императора Александра II народовольцами. В еврейскую историографию, в израильскую историографию эти события вошли под названием «Буря на юге», «Софот Бенегев». Затем следующий этап – это где-то, начиная с 1904 года, вторая Алья. И она уже характеризуется некоторыми совершенно новыми признаками. Это в основном молодые люди, едущие в одиночку, то есть без семей. Эти люди, наряду с сионистской идеей, также в подавляющем большинстве случаев охвачены некоторой такой левой идеологией, иногда радикально левой. Не в том смысле, в каком слово «левый» употребляется в современном Израиле и подразумевает автоматически, чем больше желанный уровень уступок арабов, тем больше левизны. Там это речь шла о левой социалистической идеологии, которая часто соседствовала с вполне таким радикальным подходом к тому, каким должно быть будущее страны и к минимальной готовности к каким бы то ни было уступкам по отношению к конкурирующему национальному движению. То есть это была немножко иная левизна. Но, в принципе, взгляд был примерно такой, поскольку мы здесь создаем новое общество, создаем его с нуля. Естественно, созидать его идеальным. Идеальным тогда считалось социалистическое мироустройство. И эта алья продолжается до Первой мировой войны. Первая мировая война, естественным образом, ее прервала. И в 2019 году она возобновляется. Поскольку все-таки это довольно большой интервал, 5 лет, то мы говорим, принято выделять уже следующий этап, как Третья Алья. Третья Алья ее обычно отсчитывают от прибытия в Яфе из Одессы в декабре 2019 года прохода «Руслан». Ну, это был такой, своего рода, можно сказать, сионистский «Мэйфлауэр». На борту этого судна сюда вернулась ПТС «Рахель». Сюда прибыл известнейший историк Юсеф Гедаля Аклаузнер, бывший главный редактор газеты «Арец» Моше Юсеф Гликсон, известные архитекторы Зейф Рехтер и Иуда Магедович, будущий главврач больницы «Гадаса» Хайм Яски, еще несколько очень известных врачей, знаменитый танцовщик Барух Агадати. В общем, целая такая плеяда израильских знаменитостей, в том числе, кстати сказать, отец знаменитого поэта Хайма Гури, мать Ицхака Рабина. Все они пребывают в Израиль на этом пароходе, на его борту свыше 600 пассажиров, и с этого момента датируют начало Третьей Алии. Третья Алия, она была естественным продолжением второй, в том смысле, что это были такого же типа люди. Тот же самый человеческий типаж, естественно, в основной массе, такое не бывает, чтобы было 100%, но тем не менее. Это в основном люди, которые едут сюда из бывшей Российской империи, свыше 40%, значительная часть также из Польши, из Румынии, из Литвы, впрочем, Польша, по крайней мере, частично, и Литва, это также бывшая Российская империя, это также люди, в основном молодые, охваченные очень таким, наряду с сионистским социалистическим мировоззрением, и, по сути дела, разница между ними, это просто то, что те до Первой мировой войны сюда приезжают, а эти после Первой мировой войны. И всего в рамках этого процесса, в контексте Третьей Алии, в Израиль приезжает 35 тысяч человек. Это, в общем, не так уж много, в общем, не так уж много, и арабы до известной степени успокоены. Они видят, что темпы репатриации не таковы, чтобы она могла кардинальным образом угрожать их демографическому доминированию в Эра Цесраэль. Окей, существует декларация Бальфора, как неприятный формат политического управления или целеположения британской администрации, однако на практике их позиции в огромной степени гарантированы, и, в общем, буря стихает. Стихает, и дальше новые всплески на селе будут явным образом коррелировать с теми демографическими изменениями, и, как я уже сказал, и с хозяйственными изменениями, которые будут ощущаться арабами, как заявленная прямая угроза. Я хочу, завершая тему событий 20-21 годов, я хочу отметить, что некоторые ключевые параметры этой сложившейся ситуации были уже тогда понятны людям умным и способным к трезвому анализу действительности. Было понятно, что столкновение национальных интересов, столкновение национальных устремлений является неизбежным, что оно является объективным фактом. В июне 2019 года Бен-Гурион выступает перед Временным комитетом евреев и Рецисраэля и говорит буквально следующее. «Многие осознают наличие серьезной проблемы в наших отношениях с арабами. Не многие осознают, что эта проблема неразрешима. Нас разделяет пропасть, которую ничем не заполнить. Мы, как народ, хотим, чтобы эта земля стала нашей страной. Они, как народ, хотят эту землю себе». В том же ключе пройдет 4 года. В том же ключе Зеев Жаботинский пишет в своей статье «Железная стена» и в серии сопутствовавших ей публикаций о том, что именно потому, что они, то есть арабы народ, народ, они сброд, именно поэтому они не уступят нам никогда и до тех пор, пока у них есть надежда опрокинуть наши усилия, силы изгнать нас отсюда, не дать нам добиться осуществления наших национальных целей. Они будут делать для этого все возможное. В сущности, мысль одна и та же, и то, что Бен-Гурион, позже став первым официальным лицом еврейского агентства, Сахнут вообще, так сказать, сионистского движения, избегал формулировать ее столь же внятно, было связано не с тем, что он стал смотреть на вещи иначе, а с тем, что просто в качестве первого официального лица он был вынужден учитывать пожелания англичан, которые были, в общем, заинтересованы в поддержании какого-то формата диалога между евреями и арабами, при том, что арабы демонстрировали полнейшую непримиримость по всем вопросам, и, к тому же, может быть, не хотел пугать евреев Европу, которым, с одной стороны, угрожала там смертельная опасность, а с другой стороны, сказать им, что приезжая сюда, они обрекут себя на участие в каком-то конфликте, в перспективе неизбежном вооруженном конфликте, начало запугать их и остановить вот это решение, которое могло для очень многих и многих из них быть спасительным. Но, в принципе, трезвое понимание этого присутствовало уже тогда, в тот же период, уже на фоне этих разразившихся в 2020 году погромных нападений, Бан-Гурион говорит, мы можем что угодно думать по поводу морального качества, обращенного против нас насилия, в одном не может быть сомнений, мы имеем дело с национальным движением. И осознание этого факта тут же привело к практическим выводам. В 2020 году создается Агана на хайской конференции Истадрута, создается Агана как общеизраильская, на первом этапе еще очень аморфная, тем не менее, как общеизраильская военизированная в той или иной степени структура, которая со временем составит основу израильской армии. Итак, мы говорили про третью алью, до этого говорили, что 35 тысяч евреев приехало тогда в страну и что арабов, в общем, до какого-то момента темп этих изменений не очень сильно пугал. Но затем начинается, в 2024 году начинается так называемая четвертая алья, которая уже носит совершенно другой характер. Во-первых, она преимущественно из Польши, уже не с бывшей России, так сказать, а именно конкретно из Польши, хотя также и отчасти из Румынии, из других восточноевропейских стран. Это алья во многих случаях людей, которые имеют какой-то начальный капитал, которые в отличие от предыдущих срезов, скажем так, альи, второй и третий альи, больше рассчитаны настроены на какое-то личное преуспеяние, нежели на участие в созидательных процессах, самоотверженное участие в созидательных процессах. Скажем так, они не столько идут в кибуце или куда-то там осужать болото, сколько поселяются в городах. Часто их называли в то время альейки аскеров или торговцев газировкой. Отношение к ним часто бывало очень таким пренебрежительным и непосредственными причинами, стимулировавшими эту волну репатриации, стали в Польше меры, экономические меры, откровенно антисемитские Владислава Грабского, который был одно время министром финансов, одно время также и премьер-министром довоенной Польши, а с другой стороны в Америке в том же 24-м году принимается иммиграционный акт Джонсона Рида, который очень резко сокращает возможности еврейской иммиграции в Соединенные Штаты. И таким образом вкладывается ситуация, при которой с одной стороны есть фактор выдавливания, который мощнее всего действует в Польше, но также и вообще в Восточной Европе, в Румынии, в Венгрии, а с другой стороны по ту сторону океана возможности иммиграционного обустройства сводятся к минимуму. И это приводит к тому, что сюда приезжает в течение сравнительно короткого времени уже 70 тысяч человек в течение 5 лет до 29-го года, то есть темп оказывается в два раза более быстрым, чем, скажем так, третья алия. Тель-Авив быстро растет, очень быстро разрастается, становится, в общем, уже таким по-настоящему городом, закладываются основы израильской текстильной и пищевой промышленности, и вообще, так сказать, в хозяйственной жизни она имела большое значение. И это уже зримые, пугающие арабов изменения. Они их очень конкретным образом наблюдают, и тут у них появляется опасение, что возможно такие темпы еврейской алии могут составить в перспективе угрозу абсолютному их здесь доминированию, демографическому доминированию. Я в этой части своих лекций почти не затрагиваю персоналий в арабском национальном руководстве, я упоминал лишь Хаджамина Хусейни, и сейчас не буду подробно останавливаться на том, какого рода и какие именно у них были партии, группа влияния на соотношение между кланами Хусейни и Нашашиби, два таких были конкурировавших арабских клана. Важно отметить, однако, что в 29-м году все это приобретает характер новой вспышки, уже, так сказать, такой значительной организованной вспышки насилия. Все начинается, это имеет как бы с точки зрения арабов, в их историографии они связывают это с тем, что евреи пытались изменить какой-то порядок молитвы возле стены плача, надо сказать, там был узкий проулок, который примыкал к стене, и в этом ничтожном проулке попытки поставить там стулья и ширму, который отгородил женскую часть от мужской, воспринимались, по крайней мере, интерпретировали с арабскими исламистами, как попытка захватить храмовую гору, снести стоящие там мечети, первые шаги к строительству храма на месте этих мечетей, при том, что еще раз речь шла буквально о том, что там стулья поставили и ширму, в общем, в августе 29-го года еврейский подросток по имени Авраам Мизрахи, если я правильно помню, 17 августа Авраам Мизрахи убит в Иерусалиме и он был, так сказать, первой жертвой первой жертвой этой вспышки насилия. 23-го августа уже во многих местах в Иерусалиме происходит нападение на евреев, десятки убитых, было также двое убитых арабов, просто прохожих вблизи Мяшарим, их там, можно сказать, линчевали на фоне этих уже идущих нападений. 24-го августа Шевронская резня, 67 человек евреев безоружных местной общины, там, где не было вообще и никакой сионистской предъявленности, и никакой самообороны, ничего, просто вырезаны там, и начинается вот эта вспышка насилия, которая затем расширится на многие другие районы страны, особенно на те, где евреи живут более-менее изолированы, как в том же Хевроне, в районе Цфата, во многих других местах вот такого более-менее обособленного существования тех или иных общин, и всего за сравнительно короткий период у евреев было 133 убитых и примерно 340 раненых, с арабской стороны 113 убитых, 232 раненых. Мы здесь видим уже другое соотношение потери, у арабов почти столько же убитых меньше, но все-таки почти столько же и сопоставимое число раненых, не так, как было в 20-21 году. То есть Аганна уже действует. И если мы смотрим реально по обстоятельствам гибли, то тут сомнений нет. Подавляющее большинство евреев убитых, это люди, которые убиты у себя дома или просто на улице убитых прохожих, подавляющее большинство убитых арабов, они или убиты оборонявшимися евреями при нападении на еврейские кварталы и поселения, или убиты англичанами в ходе соответствующих тоже каких-то акций по поддержанию, по восстановлению порядка. И это волна 29-го года, Торпад, он именовался по еврейскому календарю, и соответственно именуются связанные с этим годом события, они стали на мой взгляд довольно очевидной реакцией на те зримые изменения, которые происходили в Израиле в годы 4-й Алии. Еще раз, при всем том пренебрежительном отношении, которое к ней часто высказывалось, тем не менее, сама ее массовость 70 тысяч человек в течение 5 лет, связанные с ее прибытием роста Лавива и ряд других изменений, они довольно убедительны, повлияли на арабов в том смысле, что тебя осознали уязвимость своего положения. Дальше англичанам как-то удается восстановить порядок, пойти навстречу арабам принятием целого ряда постановлений, которые ограничивают покупку земли и иммиграцию еврейскую, еще не сводят ее к тому минимуму, который будет в Третьей Белой книге 1939 года, но тем не менее, уже тогда это довольно серьезное ограничение, то есть попытка англичан защитить себя от арабского гнева и воспрепятствовать будущим беспорядкам тем, что они идут навстречу арабским каким-то национальным отчаяниям. следующим этапом, который приведет к следующей вспышке насилия становится так называемая Пятая Алия. Пятая Алия датирует ее начало 1930-м годом, но реально это было все потихоньку полегоньку. Реально она началась в 1933-м году, когда нацисты приходят ко власти в Германии. И здесь нужно отметить, что для еврейского мира на первых порах, в первые месяцы нацистского правления стоял некий вопрос какова оптимальная политика по отношению к этому правительству. Например, была такая идея бойкота, попытка организации всемирного еврейского бойкота, который сможет как-то вовлечь в себя какие-то не только еврейские коммерческие структуры в Соединенных Штатах и так далее. С другой стороны, для асианистского движения было для его руководства политического профессионистского мейнстрима, было очевидно, что никаким этим бойкотом повлиять ни на что невозможно, а с другой стороны, что евреи и Германии почти лишены возможности выезда оттуда, поскольку они не могли вывести с собой никакого имущества. Они не могли вывести имущество и все-таки напуганы они еще были тогда не настолько, чтобы бежать уже бросая все. И поэтому, несмотря на приход Гитлера к власти и, казалось бы, уже обозначившуюся угрозу, никто, конечно, не мог осознавать, насколько серьезную, но тем не менее, евреи особенно не уезжали, потому что им нужно было бросать там буквально все, они не могли вывести никакого имущества. Поэтому сионистское движение направляет Германию Хайма Орлозерова, который ведет там переговоры, которые уже после его гибели были заключены, о заключении так называемого договора о трансфере. На еврейте это называется эскейма вера. Трансфер не в том смысле, что, так сказать, как обмен населением, как сегодня это чаще употребляется, а трансфер состоял в том, что евреи, уезжавшие из Германии могли вывести часть своего имущества, получив его уже здесь в местной валюте в обмен на свои замороженные счета, в обмен на какую-то форму торговли, то есть, так сказать, экспорта товаров, того или иного товарного экспорта в Германию. Надо сказать, Бенгариона и Орлозерова страшно ругали правые за это соглашение, за то, что это подрывает политику бойкота. За одним числом можно твердо сказать следующее. Это был самый успешный спасительный или, я даже не знаю, спасательный проект сионистского движения перед фактом, так сказать, нацистского геноцида, перед лицом будущего Холокоста. Благодаря этому 10% евреев покинули Германию в течение сравнительно короткого времени 60 тысяч человек. Все они, по сути дела, спасли себя от гибели в дальнейшем. Наряду с ними, так сказать, также многие уезжали из Австрии, Чехословакии, той же Польши и других стран. Почему еще, кстати сказать, это было так важно? Потому что, я уже отметил, были теперь уже и ограничения, британские ограничения на Алью. Но была своего рода лазейка. Были так называемые сертификаты капиталистов. Для этого нужно было привезти сюда тысячу фунтов стерлингов. Тысячу фунтов стерлингов и тогда человек получал в рамках некой дополнительной квоты право на въезд сюда. И поэтому понятно, что, открыв возможность вот этого товарного трансферта, перед немецкими евреями открылась также и возможность приезжать сюда с какими-то средствами и получать вот эти сертификаты в рамках дополнительной квоты, так называемые сертификаты капиталистов. Тогда же приезжают люди, как я уже отметил, из Чехословакии, из Румынии, из, опять же, многих стран Восточной Европы, из той же Польши. И эта алия уже где-то, где-то, где-то к 36-му году она доводит численность еврейского населения страны до 400 тысяч человек. Это по тем временам уже порядка третий, даже, может быть, более третий от общего арабов тогда было, наверное, примерно миллион, да, так сказать, это уже более, ну, что-то такое там, порядка третий от общего населения страны. Всего приехало в рамках этой пятой алии, если я не ошибаюсь, порядка 250 тысяч человек, из них даже до 36-го года уже 180 тысяч, и вот это, так сказать, доводит вот до этой отмеченной мною планки. И это уже очень значительный процесс, не всякого сомнения. Это уже очень значительный процесс, это уже не ситуация, при которой там 12-кратное преимущество арабов по на момент декларации Бальфура, это уже ситуация, где треть населения РЦСРЛ составляют евреи. Ответом на это становится Великое Арабское Восстание, так они его называют в рамках своей терминологии, в общем, действительно, это было Большое Арабское Восстание. Он начался в 1936 году, в сионистской историографии его долго называли событиями 1936-1939 года, почти три года, два с половиной года продолжается этот мятеж, и надо сказать, это событие, это этот период, он сыграл с сионистским движением в общем, можно сказать так двояко, мы увидим, его негативный эффект был в то время очевиден, а вот в чем окажется позитивный эффект, это проявится позже, значит, начинается это восстание, всего за годы этого восстания было убито около 500 евреев и порядка 200 англичан, при этом собственные арабские потери составили порядка 5000 человек, потому что англичане в какой-то момент начали довольно жестко реагировать на все это, так сказать, они в 38-38 года ввели сюда дополнительные войска, им стали убивать губернаторов каких-то высоких чиновников, они ввели сюда войска, и в общем, там уже авиации, артиллерии просто против арабских городов, они довольно жестко все это восстание подавили, но при этом такие высокие цифры арабских потерь они были связаны даже не с этим, они были связаны с тем, что по сути дела это превратилось в гражданскую войну, эти Хусейни, эта партия Хаджамина Хусейни, она начала кампанию ликвидации предателей, предателем мог быть уж понятно любой тот, кто продавал землю евреям, любой тот, кто оказывал им это какое-то содействие, также те люди, которые работали просто на арабы, которые работали на британское правительство в тех или иных чиновных должностях, начинается период массовой расправы внутренних разборок. Только в 1938 году таких убийств со стороны хусейнитов было 500, при том, что совокупные потери арабов от защищавшейся Аганы и от англичан или со стороны противоположной партии, которая группа связанной с кланом на Шашибе, но не только, а вообще всех тех, кого пытались уничтожать хусейниты и от кого они защищались, вот все эти совокупные потери это в 1938 году 1100 человек, а при этом 500 человек просто убитых, вырезанных этими хусейнитами. Они с какого-то момента начинают платить деньги, они ведут активную пропаганду этих убийств, начинают платить деньги. 100 палестинских фунтов или лир за высокопоставленного предателя, 25 лир за просто обычного предателя, за убийство платили, и 10 лир за убитого еврея. В общем, может быть, потому что такие расценки на евреев оказались сравнительно низкими, то, в общем, несмотря на такой довольно ожесточенный весь этот период, за все эти, так сказать, годы этого восстания было убито около 500 евреев. Теперь, значит, давайте теперь попытаемся оценить, что это такое. Потери еврейского Ишуа в войну за независимость, позже, 48-49 год, да, это 6 тысяч человек. Там было очень много. Для 600-тысячного населения это было очень высокий уровень потерь. Теперь, арабское население к 36-му гуру порядком миллионы человек. 5 тысяч убитых, это реально много. Это, скажем так, намного в разы больше, чем будет убито палестинцев в 48-49 году. Я не говорю сейчас про все потери арабских стран, арабских армий, но палестинцев как таковых в разы меньше будет убито в 48-49 году. Это высокий уровень потерь. Это высокий уровень внутренней расприи. Один из представителей клана Анна Шашебе говорил тогда к концу уже в 39-м году. Он говорил, теперь еще 50 лет арабы будут убивать друг друга из-за того, что произошло во время этого мятежа. Эта штука очень, очень, очень сильно обескровила местное арабское население. И в 47-м, 48-м, 49-м годах степень его активности, степень его участия в непосредственных боевых действиях против евреев уже в ходе войны из-за независимости, она была сравнительно не века, она была достаточно велика, но она могла быть намного выше, если бы они не произвели себе такого кровопускания в 36-м, 39-м году, которая, несмотря на все наши потери, стоила им в 10 раз большего числа жертв, позволила англичанам использовать против них всю их военную мощь, и вызвала также там глубочайший внутренний раскол и оставила массу следов кровавой мести. Теперь это, так сказать, положительная для нас страна, то, что это очень их сильно ослабило в преддверии будущей военной независимости. Отрицательная страна, на первом этапе англичане создают так называемую комиссию Пиля, которая проводит ряд слушаний, предлагает проект создать раздел, раздел в 37-м году, предложение раздела, 80 с лишним процентом в территории западной Рецисраэль арабам, 15 процентов, то есть прибрежная полоса от Беер-Тувья к северу, плюс Галилея и Северные долины, израильская, бейтшанская, евреям, примерно 15 процентов территории Рецисраэль, и британская зона, включающая Иерусалим Бет-Лехем с коридором к Яфа. Они делают это предложение раздела. Бангарион убежден в том, что это предложение надо брать. Сохранились свидетельства того, что Ежебатинский склонялся к тому же он не решился высказать это открыто. Потому что, в общем, понятно, накануне Холокоста, накануне катастрофы, в тех условиях, дайте мне 15 процентов, посмотрим через два года, какие у меня будут границы. У тебя есть миллионы людей, которые готовы сюда бежать, выталкиваемые из Европы надвигающимся ужасом. Тем не менее, общая такая позиция Конгресса Сионистского была такая более сдержанная, взять за основу, но они отвергли это в том виде, как это было предложено. Арабы отвергли это полностью и англичане очень быстро с этого слезли. Арабы категории вообще не захотели об этом слушать. Они с этого слезли и в 1939 году они уже принимают, после того, как они подавили это арабское восстание, принимают белую книгу, третья белая книга, она же черная белая книга. Суть ее стоит в следующем. В течение 10 лет Палестина превратится в независимое государство. До тех пор, в течение ближайших 5 лет, будет позволено сюда въехать 75 тысяч чан еврейских беженцев из Европы и все, больше никакой алии не будет. На 95% территории Рецисраэль запрещено евреям покупать землю, то есть учтены, удовлетворены все арабские интересы полностью, им гарантировано государство, которое будет их, арабским государством, потому что прибавься до 75 тысяч, это не изменит демографию никуда кардинально. Кстати сказать, предложение этой комиссии Пили он даже предусматривал некий трансфер, то есть выделение арабов с еврейской части, а евреев немногих с арабской части. Здесь просто создается двунациональное де-факто арабское государство, им все это предложено, этот самый Хаджамин Хусейн отклонил даже и это, но для нас самым ужасным во всем этом стало то, что это свело к минимуму возможности спасения из Европы для евреев в годы Второй мировой войны. А с другой стороны, я уже говорил, положительный момент всех этих событий стал в том, что он очень сильно арабов ослабил в преддверии будущего через 10 лет столкновения уже войны за независимость Израиля как таковой. И о ней мы будем говорить естественно уже в следующий раз.